всех принять в этом участие буквально всех потому что у нас перед нами картинка друзья да просто какая-то картинка мы ничего про нее не знаем и самый нелепый вопрос который можно задавать там что хотел сказать художник меня всегда волнует что сказалось даже не что сказалось а вот что увиделось вот вы смотрите на это и начинаете просто говорить вот что здесь вообще не надо никаких измышлений никаких там сложных каких-то конструкций а вот просто вот натурально вот вы видите присматривайтесь и говорите что вы здесь видите вихрь только давайте так я сейчас буду вас время тормозить я буду здесь самая важная история заключается в том что вот в этом торможении не просто набросать много слов да конечно вихрь вот он виден этот их он вихрь какой вот чуть-чуть несколько слов он вихрь такой жестокий жестокий супер это не просто них это жестокий вы видите есть и смотрите мы сейчас не говорим что там нарисовано мы говорим про ваше зрение которое это говорит вихрь жестокий жестокий вихрь окей кто еще что видит турбулентность турбулентность какая турбулентность турбулентность замех ли не как самолет по турбулентность затягивают вот wości выше 3 chegar на сосовую это турбулентность которая она засасывает турбулентность которая она затягивает отлично легкой жестокий вихрь турбулентность который нас затягивает засасывает из черт layout жертвы жертвы здесь какие то есть шеточно вот эти куски да 당연히 куски легкий каких-то жертв, которые кому-то принесены, что-то приносимое в жертву, какие-то обломки чего-то. Вот я с помощью ваших жертв увидел, что здесь есть какие-то обломки чего-то. Обломки чего-то непонятного. Это может быть, знаете, женщина рожает. Это уже интерпретации пошли. Я хочу всегда означать то, что мы натурально видим. Мы видим какие-то обломки, видим какие-то куски, какие-то краски, А потом мы уже выходим на интерпретационный уровень. Возможно, это женщина, которая рожает, и тогда мы видим вот прямо выход, откуда появляется там голова плода, может быть, да. А я вижу рождение Земли. Рождение Земли, да. Бранница, совсем молодая Земля. Да, может быть, есть сам процесс рождения, некий процесс рождения, когда в этом вихре может быть... Космический, да. Да, некий космический процесс, в котором происходит рождение самой Земли. Земли как чего? А Земля что для вас? Земля это что? Нет, 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 подождите, я вас... Родное место. Это рождение Земли, которое из этого вихря, из этого мучительного напряжения каких-то космических энергий, в конечном счете становится родным местом. Потому что сам вихрь это еще не родное место. А вот Земля, которая оттуда... Она еще только должна родиться, эта Земля. Та Земля, в которой станет нашим родным местом, она еще только должна появиться. Она будет только там. Вот этот край берега, на котором мы остановимся, это вот наша Земля Абитаванная в том числе. Но эта Земля, это не просто планета, это что-то, что наполнено моей душой. Еще, что здесь еще? Ну, настроенческая вот для меня это. Да, но вот что вы видите? Просто вот что в этом настроении? Просто какие-то куски, обломки, какие-то... Что видите? Вот просто всматривайтесь в это, всматривайтесь в какие-то детали и смотрите еще. А может быть какие-то... Ну, может быть, надежда. Ну, опять же, может быть, это уже интерпретация. Вот попробуйте увидеть, что еще... Присматривайтесь к каким-то кусочкам, которые здесь видите. Может быть... Наверное, Солнце отраженное. Может быть, Солнце отраженное. Может, да, видим вот в этих... И можно прямо показывать, где видятся вот эти кусочки отраженного Солнца. Возможно, вот здесь, да? Вот эти яркие желтые краски, которые дают, может быть, отражение Солнца. Ну, вообще, это всплеск, это всплеск, это вода. И которые, может быть, дают... Которые вот эти отраженные лучики Солнца, они дают какое-то ощущение надежды. Потому что вначале появилась надежда, а потом появилось вот это солнечное отражение. И вдруг одновременно тут же это превращается, как всплеск воды. Вы смотрите, вот некое такое... Это озеро, всплеск воды где? В чем? В Укейне. Супер, отлично. Это некий океан, в котором вдруг происходит вот этот всплеск воды. В результате того, что туда кто-то что-то бросил или как? Или просто эта волна? Нет, это на самом деле человек в этом вихре. Это серфер. А, все, супер! Это такой вихрь в океане, и внутри находится серфер. И оказывается, что вот это выплеск, всплеск, брызг воды, которое мы только что наблюдали, когда мы только что шли по берегу океана. И мы наблюдаем что-то такое. Супер, увидел эту ассоциацию. Апоплексическое здесь. Это гибель какого-то старого мира, и одновременно рождение какого-то нового. То есть какая-то смена. Апокалипсис. Апокалиптическая какая-то картинка, в которой происходит смена. Если у вас появляется сначала образ вот этой земли, которая возникает в этом вихре, и вдруг одновременность в этом вихре, ощущение какого-то апокалипсиса, когда что-то исчезает в бездну. И это две противоположные картинки, которые энергетически друг другу противостоят. С одной стороны рождение, а с другой стороны возможная гибель. И вот эта связь одновременного рождения и гибели, они одновременно... Здесь библейское, и день и ночь разделил, и твердь, и воду, понимаешь, разделил. И вот этот процесс, в котором вот этот день и ночь, вода, земля, все понеслось. И когда рождение... А я сейчас увидел карнавал, извините. Секундочку, сейчас подойдем, секундочку. И когда рождение, можно, здесь очень важно. И когда рождение и гибель друг в друга переходят, потому что вот эта космическая тема фундаментальная, она очень важна. Она зацепилась, причем, заметьте, никакая из наших интерпретаций не обладает правом истины и правды. Они все присутствуют. Потому что мы понемножку начинаем как ниточки из этого вытаскивать, и вдруг обнаруживаем вот это чудо, когда там задержится и то, и другое, и третье. И вдруг появляется принципиально новое слово. Оказывается, здесь есть карнавал. Ну, карнавал, как это то, что переворачивает мир. Это перевертыш. Подождите, мы сейчас это проработаем. Потому что, на самом деле, когда день и ночь переходят друг в друга, и здесь возникает вот эта ассоциативная цепь. И вдруг мы видим. Ну, конечно же, это одновременно еще какой-то такой праздник переворачивания всего вверх тормашками. Конечно, здесь вот такая карнавализация. Секунду, стоп-стоп-стоп, продолжайте про карнавал. Да, карнавал, маска. Причем карнавал обязательно в Италии. Супер! Обязательно в Италии. Это комедия и дель арты, маски. Супер! Перевертыши не просто, а перевертыши со своими характерами. Когда из одного рождается совершенно противоположное другое. И невероятно яркий взрыв, фейерверки. Совершенно дивное веселье, какое-то безбрежное. Но в тот же момент, эта же самая маска, в ней заключена и комедия, и трагедия, и драма, и печаль, и радость. Смотрите, как неожиданно и парадоксально. Вроде бы шла линия космическая совершенно, жизнь-смерть. Но она же вдруг встраивается в линию карнавала. Потому что карнавал это тоже фантазийная жизнь-смерть. Это некая игра. И что такое карнавал? Это постоянная игра в жизнь и в смерть. В жизнь и в смерть. И в переворачивание верха и низа. И комедия дель арте, и маска. И, конечно же, после того, как вы это сказали, я вижу эту итальянскую, венецианскую маску. Потому что в ней есть и эта усмешка, и эта улыбка. И здесь проступает вот это. Я вижу это уже лицо, которое немножко подсмеивается над нами, над всеми. Вдруг возникает это лицо. Опять же, это не значит, что этот образ обладает истиной. Но он тоже отсюда проступает. Спасибо. Пожалуйста. Да, еще. Еще. Хотя мне вдруг в ответ на ваш карнавал, на эту карнаваль, я сразу, мгновенно это увидел. И вдруг в какой-то момент, вот уже после ваших слов, я отчетливо увидел, что вот это на самом деле... Бусы. Нет, нет, я мусор помню. Не мусор, бусы. А, бусы. А, бусы, извините. Я не пробуюсь и скажу, я вдруг увидел, что это усмехающийся череп. Это зубы черепа. Видите, вот такие зубы черепа, а это на самом деле голова такого немножко подсмеивающийся, а скал такой черепа. Немножко вдруг он немножко так открыт. Особенно сбоку, когда смотришь. Да, да, да. Вот когда сбоку особенно, вот отсюда смотришь. Это с вашего боку. А у меня тут открылось совершенно новое, другое. Вот на весь этот карнавал, на всю эту игру, на всю жизнь смерть, на взрыв, на радость, на смерть, на печаль, на все. Очень внимательно смотрят в глаза женщины. Так, покажите, где они? Вот ее эти. Ух ты! Где, где, где? Смотрите, глаз и ресницы. Ресницы. Нет, в основном только ресницы. Глаз растушеванный. Да, да, да. Ресницы, я вижу ресницы, вот что-то вроде там реки, белла, старта, мать, мать всего чего-то. Вот смотрят на это как-то со стороны, а печально или радостно улыбаясь, я не знаю. Присутствующий взгляд женщины, которая на это все смотрит. И смотрите, какие поразительные... С самого начала, одна из первых тем была, это тема рождения. Это рождение, это вот тот шрево, из которого появляется наружу голова ребенка, или потом рождение земли, смерть земли, и вдруг появляется женщина, которая просто со своим взглядом. Так вот, это ресничка, как некая ресничка какой-то женщины, которая нас смотрит. А я вот вижу лицо, вот я вижу два глаза и носик. Ага, где? Сейчас показал бы чем-то указывать. Ага. Вот, вот, вот один глазик, вот второй глазик. Ага. То есть, в определенном ракурсе оно выглядит просто как лицо или как череп маленький. А может быть даже лицо с сортом. Это очень яркие детали. Но я почему-то в этот же момент, когда вы об этом сказали, подумал, что на самом деле, ну для меня вдруг открылось, что это такая шкатулка с драгоценностями, с одна морского. И видите, здесь звезда такая морская. Рапушка, кипятик-барапушки. Да, 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 да. И она просто поднимается оттуда, и в ней просто какие-то сокровища. Они просто пиратские, они немножко покрыты такой патиной, они покрыты какие-то всякими... Есть элемент морской живости. Да, 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 водорослями всякими. Да, как он звезда. Но при этом вот этот круг позволяет это увидеть. Там еще много-много-много сокровищ. И эти сокровища, на которых лежит печать времени, конечно же. Сокровища, на которых лежит вот этот слой воды. И мы эти сокровища вытаскиваем. И для меня это одновременно оказывается метафорой той работы, которую мы сейчас с вами делаем. Потому что мы на самом деле из этой картины начинаем вытаскивать ее тайные сокровища, которых в ней бесконечно много. Потому что любая картина, если картина настоящая, содержит в себе огромное количество слоев, которые мы можем вытаскивать, открывать, открывать и открывать. И не важно, какой тип это живописи. Это может быть самое-самое, что называется, такая вот живописи... Социалистического реализма. Но если это настоящая живопись, если это, скажем, настоящий художник, там тоже огромное количество внутренних уровней. Там есть вот эти уровни неисчерпаемости. И когда мы начинаем вот так работать с пространством, как у Сатарова-космыслов, мы вдруг начинаем эту картину видеть. Я вот уже рассказывал Михаилу об этом. У меня есть даже такие практики, что меня приглашают иногда на какие-то выставки художественные. И я начинаю вот эту работу проделывать с посетителями. Я ничего не рассказываю про картину. Я просто пользуюсь вот этими репликами, которые появляются. И вдруг у людей начинает проясняться зрение. И у них возникает через эту работу вдруг тяга к картине. Они говорят, я это хочу купить. Это, кроме всего прочего, становится очень мощным таким продающим актом. Человек говорит, ух ты, я ее полюбил. Через вот это открывание деталей, через создание каких-то своих образов, человек формирует свое чувство любви. Он начинает ее слышать. Вот это невероятно важная вещь, которая происходит. Еще какие-то скользят. Мне это немножко, в каком-то таком смысле, напоминает наперед яйцо с белком и желтком. Ну да, конечно. То есть так вот беленькое снаружи, желтенькое внутри. Ну да, и белок, и желток, конечно. В котором что-то такое... Что-то протокло внутри. Это еще с синим здоровым. Ну да, конечно. Еще вот такая штуковинка. Но это, между прочим, тоже, когда у меня появляется тема черепа, вот эта таска, эти какие-то глазницы, эта тема... Смотрите, здесь вот одновременно бьются в этой картине с самого начала, обратите внимание, тема жизни и тема смерти. Это правда, что она... Они на самом деле туда упакованы. Потому что здесь есть и тема вот этой энергии рождения, и одновременно тема какой-то исчерпанности чего-то. И когда мы говорим про протухшее лицо, это, конечно же, тоже тема умирания, тема смерти. И они бьются друг с другом. И когда я говорю про сокровища, которые мы поднимаем со дна моря, это же тоже бьется тема смерти и жизни. И только всегда вопрос возникает в следующем. Что победит? Или победит протухшее лицо, или победит рождение. Ну, на самом деле, мы-то знаем, мы эту картину купили у человека, который серфер. Ага. Я, например, занимаюсь консультированием. Я никогда не работаю готовыми схемами. И этим я отличаюсь от многих людей, которые консультируют. Мне очень важно, что каждая ситуация, с которой я работаю, она оказывается абсолютно уникальной. Меня иногда спрашивают, у вас были такие случаи? Мне очень важно, чтобы каждый случай был уникальным. И если не дается вытащить вот эту уникальную структуру ситуации, мы побеждаем, мы прорываемся, мы на самом деле строим какую-то перспективу качественного понимания, что с нами происходит. И мне почему, опять же, очень важно освобождаться в своей работе от всяких шлейфов, связанных с тем, что там прошлое, там какие-то там схемы прошлой жизни. Я говорю, нет, мы работаем здесь и сейчас. Вот скажите, пожалуйста, ваше ощущение от этой работы, от того, что мы сейчас с вами все вместе делали? Вот это мне... Я не участвовал в игре в слова и в буквы. А вот разговоры о картине, это было очень интересно, потому что совершенно не насилуя ни мою волю, ни мои мозги, вот потихонечку из меня вытаскивали что-то и заставляли посмотреть на... Вот, казалось бы, я смотрю на нее, ничего в этой картине не изменилось. Меняется только вот с этой работой мое отношение к ней. Я открываю, вот как будто очищая капусту, вот слой за слоем, слой за слоем. И что самое интересное, вот в отличие от капусты, здесь мы никогда не доберемся до кочерыжки. Да. Потому что это бесконечный процесс познания, вот, а кочерыжка, она конечна. Вот это мне невероятно понравилось. Классно, здорово. Ваша ощущение? Очень развивающее. Действительно, несколько лейеров. Слоем. Да, слоем. Слоем. Смотришь, ну, вроде бы, картинка. Вы про это говорите, да? Да, да. В это я не успела поиграть с вами. Ну, немножко же, вы же присутствовали. Да, да, конечно. Вот очень мне понравилось, и вот хотелось бы играть, потому что учишься видеть вот что-то, не то что на поверхности, а что-то за. Видишь что-то глубже, и действительно, внимание к деталям очень развивает. Спасибо. Света, а вы нам скажете пару слов про ваше ощущение? Ну, я скажу просто. Ты запомнишь, куда идешь? Ну, наверное, на секундочку. Куда идешь? Ну, еще. Дело в том, что я всегда, когда смотрю на картины, я вообще не люблю именно вот импрессионистов, потому что там ничего не видно на картинках, там все разнотое. А я люблю, чтобы в картине было много деталей. Я всегда, когда покупаю картины, у меня какая-то вот, ну, какая-то история, да? Чтобы можно было стоять и разглядывать, а что же там есть. То есть я на самом деле люблю это делать, эти занятия. И вот эти вот картины, которые у нас тут, я вот пытаюсь понять, допустим, да, что моя сестра хотела этим сказать, что она чувствовала. Но мы вытащили что-то другое. Да, про эту картину мы знали, что это то, что видит этот серфер. И для меня это на самом деле для сварения было ужасом. И то, что мы вытащили из жизни и смерти, это очень классно и очень действительно близко к тому. А то, что вытащили венецианский карнавал. Вот это совсем как-то необычно. Это вообще другой какой-то расспорт. Это жизнь и смерть, это безусловно то, что... Смотрите, ну там не такой ужас, там и восторг, понимаешь? Адреналин, восторг, да. То есть вот он ухитрился передать это все. Но да, очень интересно. Да, вот несмотря на весь ужас, но потом... С радостным восторгом, помнишь, Руссоцкого? Он умерал, погибал. Да, да, да. С радостным. Да, ну вот передал он, да, настроение, безусловно, и мы так это делали. Очень настроенческое. Это было упоение в бою, радостное восторг. А ведь венецианский карнавал, он же на самом деле тоже очень рискованный. Там очень много, там всегда игра жизни и смерти. Там всегда очень много, там всегда игра со страшным. Это вообще не такое, это не бразильский карнавал, это совсем другая история. Там очень драматический процесс. И в этом плане все точно. Это про это тоже. И венецианская маска, она очень драматична, по своей сути. Михаил, а вы скажете что-нибудь? Как сказать? Для того, чтобы в это играть, надо как бы потихонечку, по мере играния, да? Значит, ты потихонечку должен как бы расштамповываться. Супер. Вот у нас вчера этот семинар, который там назывался, дефрагментация там себя, да? Ты должен раскрепоститься. Сказать, я вот не повязан, никому ничем не обязан, ни бабушке там никому ничего. Я смотрю на это. И я, и ты я. Но очень трудно быть самим собой. Вот я когда со студентами работаю, это вот мы там вопросы на интервью, там, а почему ты хочешь в эту профессию? А там, я слой за слоем с них сдираю, какой-то болшет, который они на себя натаскивают. Они не привыкли говорить правду о себе. Они все время хотят понравиться или там соответствовать или что-то. Это самое сложное, что есть в человеке, вот сегодня вот у человека, это очистить шелуху и быть собой. Но кто может сегодня позволить себе быть собой? Это может быть художники, может быть там люди, которые в таких артистических профессий, они как-то вот так, я не знаю. Поэтому это как бы такой путь к очищению шелухи. Но это очень помогает жить. Когда я этим занимаюсь, когда я помогаю людям это делать, это как раз один из самых мощных инструментов снятия депрессии. Один из самых мощных инструментов, когда человек обретает свою жизнь в итоге. Когда он перестает бояться жизни, много-много-много чего. Он открывает себе вот этого ребенка, открывает себе вот этот взгляд, который не замутнен требованием того, как надо. Или как на меня искоса кто-то посмотрит. И когда человек это начинает себе принимать, он просто начинает жить гораздо более полноценной жизнью.